ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Егор, здравствуйте. Приветствую. Очень приятно с вами познакомиться. Что за интересный шкаф у вас такой? Он был уже под угрозой помойки. Я его буквально спас, потому что я не мог пройти мимо него. Я его сюда притащил с надеждой восстановить когда-нибудь, потому что подбивались разные вещи. Там уголки, ещё что-то. Меня просто абсолютно завораживает такая штука здесь. Здесь есть потайное отделение. Честно говоря, здесь лежат книги по истории, ещё что-то. Я пытаюсь для сына и для племянника, для детей создавать какую-то атмосферу интересную именно для обучения. Я смотрю, детей вы очень любите, на самом деле. У нас традиционно, у нас в семье было четверо. У меня три сестры, сейчас у меня сын 8 лет. Да, у нас всё как у Чехова. Как у Чехова, да. Я вот почему спросил, я вот обратил внимание. Я сомневаюсь, что это ваше, что это вы здесь. Я так высоко не залезу никогда в жизни, да. Но я пробовал бы лазить. Я не могу до верха долезть. Да, это я сделал для детей, для племянников. Но в основном для сына, конечно, хотелось его заинтересовать каким-то новым спортом, что ли, ещё что-то. Но это действительно сработало. То есть поначалу он вообще не слезал. Ну, естественно, здесь матрасы мы постелили. Вообще, я фанат караоке, если честно. Ты меня не удивлён. Я постоянно там, каждый свободный вечер стараюсь проводить в караоке. В какой-то момент я понял, что уже всё, и возраст там поджимает. Возраст для караоке какой-то ограниченный? Он для гулянок ограниченный. То есть нужно себя немножко придерживать. И я решил, что нужно уже двигаться в этом направлении дальше. Стал освоивать гитару. Я четыре раза пытался освоить, у меня ничего не получилось. И тут однажды ночью я проснулся, понял, что научился играть. Это моё такое последнее внезапное увлечение. В какой-то момент мне просто захотелось сделать сундук, чтобы иметь пространство какое-то защищённое, что ли, я даже не знаю. Там замок можно было повесить, спрятать. Там, кстати, тоже есть тайное отделение, но я вам его уже не буду показать. А это моя подруга, актриса. Такая вот, Альбина Чайкина. Ей очень нравилась вот эта моя ширма. И она на неё всё время ходила, говорит, я тоже хочу ширму, тоже хочу ширму. Я ей говорю, давай я тебе соберу ширму. Она, наверное, не поверила с самого начала, но вот я уже три секции из четырёх собрал. Вы знаете, если прям сильно ударит кризис, у вас есть другая работа, на самом деле. Я дворником ещё здесь работаю периодически. Это правда? Да, зимой. Но летом я не убираюсь, потому что летом работы достаточно много. Егор, спасибо вам огромное. Я желаю вам, чтобы не дошло до того, что вам надо зарабатывать дворником. Я на это очень надеюсь. Древесником. Желаем вам удачи и передавайте огромный привет нашему сыну. Ну, а мы говорим вам доброе утро. Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова